Привет! Эта информация будет полезна тем, кто недавно приехал в Америку и пытается получить медицинскую страховку. Мне повезло, я имею на сегодняшний день бесплатную медицинскую страховку для Америки. Это очень важно, поскольку медицина здесь очень дорогая. Мой друг попал в больницу, я вынуждена была вызывать скорую помощь, потому что его покусали осы. Пошла страшная аллергия, в общем, он мог погибнуть, я вызвала скорую. Кстати, нужно отметить, что когда ты звонишь на 911, приезжают сразу три бригады. Это полиция, это пожарная и медицинская помощь. Что касается скорой помощи, приехали ребята в количестве 6 или 7 человек. Они все были такие мощные. И сразу же здесь действовала реанимация. Показываю, как работает 911. Вот стоит полиция, скорая помощь. И вон приехала, по-моему, пожарная машина сразу. Что бы ни случилось, или это действительно пожар, или преступление, или человеку просто стало плохо. Моего друга покусали осы. И приехала вот такая вот бригада. Потом ему счет пришел в полторы тысячи. За то, что он сутки пролежал в больнице. Вообще-то я читала, что такие съемки делать запрещено. Поэтому я снимаю с окна и прекращаю. Моя история началась с того, что я травмировала ногу. Я сейчас не постесняюсь, поскольку я в шортах, все равно это будет видно. Показать. Вот здесь, на задней коленке, выступает такая вот шишечка. Туда попадает какая-то жидкость, как мне сказали врачи, это кистать Блейкера. Я уже эту штуку погуглила. В общем, с этого все и началось. Но нужно сказать, когда вы попадаете в чужую страну, вы должны каждый день, каждый раз доказывать, что вы не вриблюд. Здесь все повернуто в головы, на ноги. То есть, все другое, абсолютно. Если вы сидите в поликлинике, я говорю про Украину, я не знаю, как там в России и в других странах. То есть, если вы сидите в поликлинике и психуете от того, что у вас длинная очередь, расслабьтесь и получите удовольствие. К своему терапевту я получила доступ только через 9 месяцев. Почти год прошел, чтобы я набилась этой аудиенцией. Сегодня вся на эмоциях. Мне пришлось даже всплакнуть, мне стало себя страшно жалко, потому что я чувствовала себя таким безруким, безногим инвалидом, которого возят в колясочку, потому что, чтобы куда-то попасть, мне нужно опять же просить, чтобы меня привезли. И опять же, плохое знание английского языка, но я должна отдать себе должное. Но я уже что-то начинаю понимать. То есть, половина из того, что мне сегодня говорила медсестричка, я уже поняла. Вот. И так, я переехала в Мэриленд, здесь такой штат, что без машины никуда. То есть, я даже не могу найти нормальную работу, как бы постоянную, чтобы каждый день ездить. И поэтому мне приходится просить. Когда я травмировала ногу, друзья, которые у меня здесь появились, они мне сказали, в общем, я долго мучилась, нога периодически опухала, и я не могла нормально на нее наступать. Они сказали, тебе нужно ехать в больницу. И они меня отвезли, мои друзья меня отвезли в самую крутую, самую дорогую больницу. Эта клиника называется клиника Хопкинса. Это известная, всемирно известная клиника. Там есть университет, там проводятся определенные исследования. И так я приехала, и, конечно же, при регистрации говорю, что у меня нет денег, я бедная, потому что я здесь, в этом штате, еще не зарабатываю. Они все это отметили и послали меня на обследование. Нужно сказать, когда я туда приехала, меня удивило, что там сидели люди, которые не имели своего дома, бездомные, да, нас называют это бомжи. А девочка, которая со мной сидела, которая мне помогала, которая меня туда привезла, объясняла, что вот ты здесь сиди, ты не имеешь права даже где-то пересесть, потому что не подумаешь, что это неуважение к ним. Врачи периодически к ним подходили, укрывали их одеялом. Они, вот эти вот бездомные, имеют право пройти медицинское обследование. Но самое главное, что счет за это обследование им некуда отправить, потому что они бездомные. Поскольку у меня есть адрес проживания, должна была все это указывать. То есть я была еще в худшей ситуации, чем эти бездомные. Так, на мой адрес стали приходить счета. Конечно, в этой клинике мне сделали УЗИ, компьютерное обследование. Меня проверили там на тромбы, есть ли в крови. Мне сделали еще рентген на коленную чашечку. В результате только за то, что мне поставили диагноз, я должна была заплатить этой клинике полторы тысячи долларов. Я сейчас покажу этот счет. Вот он, этот счет. Эти счета приходили регулярно, каждую неделю. То есть если у меня был рентген, это был такой-то счет, по-моему, он стоил полтысячи долларов. Если у меня была консультация у врача, то есть была другая стоимость. Если это была, допустим, была компьютерная какая-то диагностика или УЗИ, приходили другие счета. То есть все это приходило регулярно, каждую неделю. В результате, когда я все это не проплатила, мои данные отправили в коллекторскую компанию. Что такое коллекторы, я знаю по Украине. Я делала сюжет, когда семья была должна деньги банку, и женщина покончила с собой. То есть для меня это было страшно. Коллекторы для Америки, то есть ты не имеешь права на кредитную историю, поскольку здесь все построено на кредитах. То есть это твое жилье, твоя машина. И вообще твой имидж портит себе кредитную историю, ты не имеешь права, если ты здесь остаешься легально и пытаешься как-то жить нормальной жизнью. То есть мои друзья меня успокаивали периодически. Если это дойдет до суда, то суд будет на моей стороне, поскольку я здесь все-таки легально, я жду свой статус, и я не могу зарабатывать. Как бы судья должен принять мою сторону. В любом случае, меня это не устраивало, это меня не утешало, поскольку моя кредитная история была уже испорчена. И коллекторы мне время от времени напоминали, что они могут мне предложить помощь. То есть они могут оплатить эти долги за диагностику моей проблемы. И потом я должна буду со временем возвращать этот долг, естественно, с процентами. Мне посоветовали на это все-таки не реагировать, но моя душа была неспокойной. Поэтому я начала доставать друзей, которые мне помогают, с которыми я живу. А что значит доставать? Я попробовала все-таки воспользоваться своим правом, открыть медицинскую страховку. Что значит я попробовала? Во-первых, я сидела долгое время в интернете. Я искала всякую информацию. Нужно сказать, что здесь есть, можно погуглить социальная помощь для тех, кто прибыл в Америку, для политических беженцев, для иммигрантов. Эта программа даже называется Welcome to America. И я знаю, что американцы даже очень возмущались, что, в принципе, те программы, которые предлагаются для иммигрантов, которые здесь легальны, они порой, в общем-то, лучше и компенсируют больше, чем те американцы, которые живут здесь. В общем-то, это спорный вопрос, потому что мне все это удалось нелегко. И так я начала с поиска той информации, на что я, в принципе, могу иметь права в этой стране. Я еще не имела определенного статуса, не имею на сегодняшний день, я еще в стадии ожидания, но я в стране легально. И так я в сентябре прошлого года пыталась получить медицинскую страховку. Когда я впервые приехала в офис, это социальный центр, мне указали, куда я должна еще переехать, объяснить свою ситуацию. И так я сижу, там такой был кабинет, и общаюсь с девочкой. Она говорит, что мне медицинская страховка вообще в принципе не полагается. И тогда я начинаю объяснять. Я начинаю показывать свою гребаную больную ногу. Я объясняю, что я не могу нормально двигаться, что это постоянно меня беспокоит, что я не могу нормально найти работу, что у меня нет транспорта для передвижения. Она говорит, что она меня не понимает, и вообще я не умею здесь никак. Через некоторое время приходит ее начальница, как я поняла. Видимо, в этом офисе везде есть видеокамеры, и вот какие-то такие спорные разговоры все-таки фиксируются. Пришла ее начальница и сказала, что я имею право на медицинскую помощь. Я заполнила какую-то анкету, и мне пообещали время на медицинскую страховку. И сказали, что через какое-то время на мою почту, сюда на этот адрес придет карточка с уведомлением, что я имею такой-то номер, и я имею право на медицинскую страховку. В результате я прождала этой карточки. Никакая карточка ко мне не пришла. И поэтому я, естественно, стала трясти своих друзей, чтобы дальше ехать, и как бы счета приходят. Мы поехали еще раз. Еще раз мне пообещали, что все-таки я имею право на медицинскую страховку, и ко мне опять придет карточка. Ко мне пришла медицинская карточка на таком картонном как бы листочке. Там было написано, что это временно карточка, я должна довести еще какие-то документы. Я опять поехала в этот офис. Естественно, не я сама. Я опять стала просить, чтобы меня туда отвезли. Мы там опять прождали полдня. Спросили, какие нужны документы, в общем-то, и поехали домой. Мне пообещали, что опять придет временная страховка. Когда мне пришла эта временная страховка, то есть я должна опять же проводить это еще какими-то документами. Опять мы поехали в этот офис. И опять я стала доказывать, что я здесь легально и вообще не понимаю, почему мне не могут предоставить в одном пакете все документы. Они присылают пластиковую карточку. Я закрываю свои номера на всякий случай. Вы можете быть уверены, что это моя пластиковая карточка. Она вот так вот выглядит. Итак, пластиковые карточки. Опять же я не дождалась. Здесь очень развита система онлайн. То есть я, значит, мои все данные зарегистрированы в компьютере. Я вхожу в систему онлайн и проверяю все свои данные. В каком состоянии моя медицинская страховка. Когда я зашла на свой сайт, я увидела, что там опять не хватает какого-то документа. Я очень разозлилась, потому что нужно было опять просить и ехать. И когда я поехала уже в этот раз, я уже спрашивала, ну скажите мне, 100% буду ли я иметь право на медицинскую страховку. Уже мне действительно пообещали. Но все равно я не уверена, потому что на том же сайте по медицине написано, что в любой момент мою страховку могут у меня забрать. И я обязана также уведомить, что какая-то моя ситуация меняется, то ли финансовая, то ли я куда-то переезжаю. То есть страховка, которую мне дали, это страховка от штата, где я проживаю. Я получила бесплатную медицинскую страховку. Но это еще не все. Это еще не конец истории. Я выбрала себе страховую компанию. Чтобы ее выбрать, я должна была опять же звонить. Здесь очень развита система колл-центров. То есть это телефонная связь, когда я набираю оператора. Там нужно еще набрать несколько кнопочек, там спрашивать, что вы хотите. И я должна нажать на определенную цифру и связаться с оператором. Потом я объясняю оператору, что I'm not good speak English. И тогда мне предоставляют переводчика, опять же в этих письмах, которые мне приходили, там была информация, что если вы не владеете английским языком, мы можем предоставить вам переводчика. Этот переводчик, значит, по такому-то номеру будет. Естественно, я набирала тот номер, где предоставляется переводчик. Чтобы дождаться переводчика, должно опять же пройти какое-то время. То есть переводчик мог быть занят в этот момент, он мог быть на другой линии. Это могло как бы длиться до 40 минут. Я все это терпела, психовала. В любом случае я дожидалась. То есть когда ты связываешься с колл-центром, тебя начинают проверять. Должна по-английски, в общем-то, назвать по буквам свое имя. Ты должна предоставить номер ID, то есть номер медицинской страховки, проверяя твой бюстдейт, то есть день рождения, адрес проживания. В общем, чтобы выбрать страховую компанию, я должна была связываться с колл-центром. Когда я выбрала себе страховую компанию, опять же мне приходят вот эти бумаги. Это куча бумаг, которые приходят на английском языке. Я должна была все это переводить. Я все это, конечно, не переводила. Я попросила своих друзей, чтобы они прочитывали. Почта здесь работает отменно, и все это они пересылают через почту. Когда я выбрала себе страховую компанию, опять же я должна была себе выбрать врачей, которые сотрудничают с этой страховой компанией. Опять же я звоню в колл-центр, они мне предоставляют переводчика. Опять же я им говорю все свои данные, день рождения, номер страховки, где я проживаю и так далее. Опять психи, но я должна была все это ждать и терпеть. Тогда они начинают проверять базу данных, с кем, допустим, какой врач работает с этой страховой компанией. Опять же мне нужен был врач, который говорит на русском языке. Ну хотя бы на русском, потому что про украинский здесь вообще в принципе речи быть не может. Они тогда ищут по базе данных, какие врачи владеют какими языками. То есть либо это китайский, либо это испанский, либо это русский. И наконец мне предоставляют врача-терапевта, который может меня принять. Чтобы попасть к врачу-терапевту, мне нужно опять же заказать appointment, как здесь называется, место встречи. Опять же я звоню по номеру, который мне предоставили в колл-центре. Я звоню по этому номеру. Там испаноязычная девочка, которая ни хрена не понимает по-русски. Я спрашиваю, есть ли там переводчик, переводчика там нет. Но она, слава богу, понимает по-английски. Тогда я прошу своего друга, который, в общем-то, находит время для меня, чтобы опять же позвонить к этой девочке, которая должна меня записать на время приема и назначить мне встречу с врачом. Это только терапевт. Итак, сегодня я попала к терапевту. Я попала к терапевту, мы прождали там 3 часа. Потому что мне сначала выслали одну пластиковую карточку, где было имя другого врача. Оказывается, что на этих пластиковых карточках указывается даже врач, которого я себе выбираю фамилия, имя. И я по ошибке взяла пластиковую карточку с англоязычным врачом. Почему у меня был англоязычный врач? Потому что ФЕС-компания, то есть компания по здоровью, сама мне назначила врача, поскольку я сначала не могла определиться. Потом я когда перезванивала, я уже сказала, что мне нужен русскоязычный доктор. Тогда меня зарегистрировали иначе, и пришла другая пластиковая карточка. Но поскольку я не успеваю все это прочитывать, я поехала со старой пластиковой карточкой. Оказывается, здесь был указан вот в той новой карточке, здесь было указано имя врача, ее зовут Белла, я должна была уже поехать с новой карточкой. И когда они меня пробили по компьютеру, они сказали, что я не зарегистрирована в базе данных с доктором Беллой, и я должна была еще опять перезванивать в колл-центр, ждать переводчика, опять же, называть все свои данные, подтверждать, что я вот та, которая звонит. И, наконец, я попадала к доктору Белле. Здесь такая система, что все твои данные по состоянию здоровья, они должны зайти в компьютер. То есть это начинается с нуля, анализ крови. Когда я звонила в колл-центр, мне даже сказали, что я должна пройти к гинекологу и обследовать свою грудь. И мне даже за это заплатят 25 долларов, на что я, конечно, согласилась, потому что я заинтересована, в общем-то, полностью обследовать свое здоровье. Но, естественно, меня интересовала моя нога. То есть я хотела попасть к хирургу. В колл-центре меня предупредили. Если меня врач направляет к какому-то врачу узкого профиля, то я должна позвонить опять же в колл-центр и убедиться, что этот врач, будь это ортопед и еще кто-то другой, сотрудничает именно с этой страховой компанией. Поэтому сегодня мне предоставили имя врача, но опять же я должна перезвонить и убедиться, что этот врач сотрудничает со страховой компанией. Если он с этой страховой компанией не сотрудничает, и не дай бог я попаду к другому врачу, а другой страховой компании, то есть мне опять будут приходить вот эти вот билы, счета, и я должна буду оплачивать эти счета за прием врача. Мне выписали такую стопку документов, стопку направлений, и я должна буду пройти анализ крови, попасть к ортопеду. Возможно, ортопед меня направит к хирургу. В любом случае даже хирурга я должна подтвердить, или он сотрудничает с этой страховой компанией. Все это долгий процесс. Я сегодня расплакалась немножко в этом офисе, я уже говорила, потому что, опять же, это нужно просить, чтобы меня туда довезли, привезли назад, соответственно. Если врач не русскоязычный, мне должны там помочь с переводом. Здесь медицинская халява не пройдет. И, конечно, меня все это страшно нервирует, потому что продвигается все очень долго. Но без медицинской страховки здесь прожить, в общем-то, если вы заболеете, не дай бог, очень сложно. Что еще хочу сказать? Я уже каким-то образом попыталась воспользоваться этой медицинской страховкой. Я выбирала такую страховую компанию, которая угрожает траты на проблемы со зрением и с зубами. То есть в дентал-компании я еще не была, но я уже успела себе воспользоваться вижн-компанией, то есть это по зрению компания. Мы поехали, как это у нас называется, оптика, показали свою карточку. Что предоставляет эта компания? То есть раз в год ты имеешь право получить либо бесплатные линзы, либо бесплатные очки. Опять же, дентал-компания, стоматологическая компания, она предоставляет какие-то там бесплатные пломбы и чистку зубов, то есть отбеливание. Там я еще не была, но очки я себе заказала. Значит, когда мы туда приехали, в этой оптике, грубо говоря, там иначе это называется, вижу он там сервис, мне показали, что я могу себе выбрать оправу на 165 долларов и заказать бесплатные стекла в эту оправу. Я должна была пройти бесплатный экзамен. То есть это консультация у врача, которая все полностью проверяла, что меня расстроило, зрение моего палок. Я так думаю, что это результат стресса, который я здесь пережила. Что интересно, что они здесь дают два типа очков. Это очки для близкого расстояния и очки для дали, поскольку меня в первую очередь интересовали очки для дали. То есть я хочу водить машину, мне нужно все четко видеть, что написано на дорогах. Но они опять же предложили очки для близкого расстояния, за это мы уже должны были отдельно заплатить. В результате мы доплатили еще 80 долларов, чтобы получить две пары очков. Что значит две пары очков? То есть я вставила стекла в свои старые очки, в свои старые оправу. Нужно сказать, что здесь есть выбор оправ, но в общем-то этот выбор начинается с 200 долларов. Эти оправы уже покруче, в общем-то поинтереснее. Я хотела иметь себе белую оправу, но в результате я заказала тигровую. Ну и еще я хочу показать, как выглядит счет из коллектора в той компании. Я себе здесь на конверте написала, что это коллекторы. Все естественно по-английски. Здесь вот они... Да, они присылают конверт, в котором я сразу могу отправить свой чек на погашение задолженности. вот эта коллекторская компания находится в Чикаго. То есть медики из госпиталя отправляют мои данные и мою задолженность в коллекторскую компанию. Вот. И коллекторская компания предоставляет свои услуги. Услуги в погашении долга. Вот здесь написано, мой долг был полторы тысячи долларов только за диагностику. И они здесь все расписывали, таким образом они могут прийти ко мне на помощь. Итак, какой вывод? Мои советы таковы. В общем-то, не жалеть времени на то, чтобы путешествовать страницами гугла. Вы можете набирать там социальные пособия для иммигрантов или для новоприбывших в США. То есть это целые брошюры, там социальная помощь для иммигрантов. Это может быть какая-то продуктовая помощь, это может быть денежная помощь. Ну и в первую очередь это медицинская помощь. То есть каким образом вы можете подать на бесплатную медицинскую помощь или вы вообще имеете на это право. И также там есть все адреса, все телефоны с этими офисами по социальной помощи. Но я в первую очередь желаю запастись терпением. Это все занимает массу времени. Понадобится помощь ваших друзей, ваших родственников, которые уже некоторое время проживают в США, которые смогут вас отвезти и помочь преодолеть языковой барьер. В общем-то помочь, потому что без помощи моих друзей, слава Богу, Боженька меня любит, без помощи тех людей, которые меня здесь окружали, наверное, я бы уже оказалась где-то под мостом. Ну все. На этой оптимистической ноте я заканчиваю вот такой свой рассказ. И не теряйте оптимизма, будьте настойчивыми и верьте в свои силы. Не знаю, наверное, верьте в то, что вам повезло, что у вас есть такие вот приключения, что вы начинаете испытывать и понимаете что-то новое в другой стране, и вы испытываете себя, насколько вы все это выдержите. Поэтому удачи, терпения и не теряйте надежду. Все, всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!